Всем привет! Репортаж с места событий. Случилось просто ужасное. Прихожу домой, а бананов нет. Я на самом деле хотел сделать более или менее какое-то подготовленное видео на тему, которая последует сейчас. Но откладывал, откладывал всё время. И сегодня буквально случай не подтолкнул, а именно ударил. И чтобы сделать такое видео, речь пойдёт о безопасности. Сегодня с утра выехал. Как обычно, гололёда нет. Как обычно, выше 40. Свет, все дела. Язык, конечно, ещё не прогрелся. Так что извиняйте за оговорки. В общем, как всегда, велосипедисты, школьники, кто куда. И, да, еду я, мечтаю о чём-то, смотрю по сторонам, кто где, зачем. И просто ниоткуда, почему ниоткуда, потому что света не было, выезжает велосипедист, то есть школьник, на самом деле с портфелем, потом я его распознал. И вот прямо передо мной он находится. И почему я не снимаю перчатки? Лучше бы снял, потому что нифига не видно. В общем, вот здесь они порвались, никому не мешали. Третий сезон служили. И приземлился на вот эту подушку, кисти. То есть выжил полностью тормоза. Вот он ехал передо мной. Вот я выжил тормоза я и уехал вправо. И сам свалился куда-то влево. В общем, на руку, на локоть, на колено, которое сейчас зверски болит. Я сижу в позе йоги. И вообще ужасно неприятно просто. Врача не был. Потому что думаю, что это всё-таки какое-то шоковое состояние просто у коленки. Пройти должно. Такое у меня уже бывало. Ну, я не первый раз падаю. Тем более на велосипеде. Вот. И в позапрошлом, или когда это было году, на Диаманте упал я во время гололёда. И вот с тех пор я стал бояться гололёда. То есть, если гололёд, то я лучше дотачу велосипед до велосипедки, которая посыпана солью, и только потом поеду. В этом году я стал бояться ещё двух вещей. Это старых бабушек. За рулём. И школьников, которым раньше радовался. Мало, о, пацаны, там, минус пять, едут в школку, молодцы. Некоторые из них едут совершенно не глядя. И, да, насчёт бабушек, конечно, я думаю, в России может освещение получше. Поставлю откуда-то ту вещь, из темноты откуда-то. Вот. В общем, бабушек за рулём вам в таком количестве, которое имеется в Германии, навряд ли грозит, потому что у нас ещё такие бабушки, которые зарабатывают хорошие пенсии. То есть, количество пожилых людей за рулём, просто у меня сейчас статистики нет, но они всегда, ты всегда увидишь их на дороге. То есть, медлительность повышенная и осторожность из-за неуверенности. То есть, бабушка за мной едет, я слышу, что машина, то есть, водитель меня распознал, да, как велосипедиста, и вот она решила осторожно меня объехать. Причём настолько осторожно, что получилось филигранно на расстоянии 10 сантиметров от моего локтя. То есть, я просто... У меня просто слова обратного в меня вошли, потому что комментировать просто тут не имеет смысла. Я не знаю почему, но вот в Германии почему-то этой проблемой никто не занимается. То есть, люди там выше 80, там под 80, выше 70 и так далее, ездят за рулём просто вообще запросто. То есть, если они достаточно давно не проверялись у окулиста, там, не знаю, не выписали себе очки, то им очки не нужно носить. И, то есть, каких-то обязательных тестов именно в контексте водительских прав нет. Но мы отошли от темы. Если хотите, я могу сделать что-то типа вот этого видео и буду болтать, болтать, болтать. Просто напишите в комментариях об этом. Я хотел бы поговорить, на самом деле, о безопасности. И, да, сегодня видео без подготовки, но, допустим, первый момент, то, что я снял, это шлем определённо. Сегодня, как бы я головой не ударился, да, куда я упал? Я упал налево. Чисто. А хотя... Да, вот здесь, вот здесь явно... Это не грязь. Да, вот здесь такие царапины, которые, я не помню, могли бы... Они не могли бы возникнуть при простой носке. То есть, я шлем это никогда не ронял. Он стоит по 300 евро. Да, вот, то есть... Не знаю, видно хреново, но в любом случае, я упал. Получается, да, голова бы как-нибудь соприкоснулась с поверхностью асфальта, но в итоге помешал шлем. Ничего серьёзного на самом деле, но могло бы произойти. То есть, вот сегодня прямо, да, сегодня все мои мысли, все мои, да, все мои информации, все мои творчества могло бы растечься по асфальту. Да, то есть, вот эта штука по-любому обязательно. Всегда. Да, то есть, золотое правило, одевай шлем только тогда, когда ты хочешь упасть. Осторожно, ирония. И следующий момент. Конечно же, в контексте сегодняшнего случая это свет. И давай я лучше покажу, как это выглядит на самом деле на улице. Так, здесь я иду от камеры. Я полностью в чёрном. Тёмные джинсы, чёрная куртка. Меня совершенно не видно. Кат, машина и велосипед с трейлером. Обратите внимание, как тускло горит свет и как его плохо видно. И сейчас я включил задний свет. Насколько ярко он горит, да, по сравнению с тем, что стоит у мужика на трейлере. То есть, реально, для кого вы покупаете свет? Чтобы вас увидели? Или чтобы там для галочки какой-то, для закона, без понятия. Видно, как ярко горит мой свет. Я сейчас, по-моему, в руках его держу, как-то болтаю. Но если он прямо вот стоит, то есть, видно, что довольно-таки интенсивно. И сейчас основная передняя фара, лампа от AllEye, HighLux, по-моему, что-то типа того. Это самый сильный модус. Сейчас очень ярко, то есть, ярче, чем машинная лампа недавно была. И да, тут два модуса я спробую. И сейчас я толком не вижу, но, по-моему, я иду. То есть, вы поняли, да, меня практически не видно. И как заметить это в доле секунды у автомобилистов? Нереально. То есть, как можно больше света, как можно больше отражающих элементов в одежде. Это то, что нужно. И не знаю, видно ли что-то было после съемки на улице, но в любом случае свет очень важен. То есть, какие-нибудь элементы светоотражения по бокам велосипеда, как, например, вот здесь отражки на вилке. Определенно фронтальный свет, определенно сзади. Если вы ездите в городе, который не особо подготовлен для велосипедистов, то есть, мало велосипедных дорожек и так далее, то, тем более, просто я сейчас, не вчера это было, видел человека просто как елочка одетый. У него, соответственно, безрукавка. Потом у него на лбу, то есть на шлеме, в шлеме встроенный или что, или на лбу, я не помню, был свет, в шлеме интегрированный свет сзади. Тоже есть шлемы такие продаются, вот такие, например. И у него свет на велосипеде, у него сзади свет, и вся одежда, в принципе, флуоресцентными отражателями покрыта. Я серьезно не понимаю, почему это должно как-то, не знаю, выглядеть как-то не так. То есть, желание сохранить себе жизнь ниже, чем твой внешний вид или что. Я не понимаю этого, серьезно. Вот эта одежда, полностью желтая, флуоресцентного материала, она стоит копейки, она стоит копейки везде. То есть, в Чехии, по-моему, обязательно возить такие жилеты, как автолюбителю. Но мне кажется, что лучше было бы ввести это правило для всех велосипедистов, как это делают в Швейцарии, с определенного времени. Я не знаю, есть ли разница зима-лето, но определенно с шести, по-моему, часов, там была написана жилетка для всех. То есть, вообще без проблем. Она весит ничего. И последний совет – это смотреть по сторонам. Просто реально смотреть по сторонам. Никаких наушников. Быть концентрированным. Для этого нужно есть достаточно углеводов, достаточно спать, достаточно пить. Спасибо за внимание. До-до.